Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Я начинаю такую новую рубрику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтонника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силой, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важна ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так-так-так, хорошо, ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я, в этих книгах преподнес читателям, нигде нету, поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку пробовать. И обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Ну а теперь вперед! Пример. Рецепт в Дубраву. Статья Михаила Дмитрука, журнал «Свет», номер 4 за 1990 год. Много лет назад Мелищев страдал воспалением тройничного нерва. Лежал в больнице. Все было бессильно. Ему было предложено удалить все верхние зубы. Может, в них кроется инфекция, которая провоцирует воспаление. Во время очередного удаления ему вырвали сразу три зуба сросшихся корнями. Боль была такой мучительной, что ее не могли заглушить никакие наркотики. Он вышел на улицу, чтобы никто не слышал, как он стонет. Полузабытий. Он подошел к дереву и прижался к нему щекой. А когда очнулся, боль ушла. Он смотрел на тополь. На следующий день он вышел на улицу со стулом и просидел у тополя минут 40, прижавшись к нему щекой. С тех пор боль у него не появилась.